всем привет с вами проект power девайс и сейчас я хочу поговорить с вами о google камерах и как их лучше всего подбирать на ваши android телефоны именно под вашу модель также покажу как под эту камеру которую вы подберете на свой телефон подобрать конфиг чтобы из фото выжималась максимум зачем я решил снять такое видео какое-то время назад я уже снимал похожий ролик где показывал такое приложение через которое можно подбирать джекам google камеру именно под вашу модель телефона так вот то приложение было в play маркете потом его удалили и далее не было возможности его установить сейчас покажу как установить это приложение без play маркета также в этом видео мы задействуем вот такой сайт где также можно качать порты google камеры и конфиге но обо всем по порядку прежде всего вам понадобятся вот такие два приложения это джекам loader энхенст и x apk инстайлер как всегда скачать вы их сможете в моем телеграм канале power девайс ссылка будет в описании под этим роликом не забывайте подписываться на мой телеграм здесь я оставляю много полезного и интересного и так данные приложения вы скачали первым делом устанавливаем x apk инстайлер открываем данное приложение здесь нажимаем установить x apk файлы даем все разрешения приложение просканирует ваш телефон и найдет джекам loader энхэнст нажимаем напротив него вот эту зеленую кнопку дальше так же даем разрешение и теперь чтобы установить x apk файл если у вас телефон сяоми нужно временно отключить оптимизацию миюай нажимаем хорошо оптимизацию нужно отключить всего лишь на 30 секунд потом ее снова включим также если на телефоне сяоми вас не перекидывает в настройки разработчика то вам нужно зайти телефоне и по версии миюай нажать много раз далее в меню разработчиков идем в самый низ здесь находим настройку восстановить значение по умолчанию и если в меню разработчика данная настройка у вас не активно то вам нужно вернуться в расширенные настройки язык и вот автозаполнение и здесь выставить google далее возвращаемся в меню для разработчиков и находим ту настройку восстановить значение по умолчанию клацаем по ней несколько раз у нас появляется вот такая вкладка включить оптимизацию миюай снимаем эту галочку нажимаем принять далее отсюда шагаем назад и снова нажимаем зеленую кнопку установить gcam loader приложение без проблем установлена теперь снова не забудьте вернуться в меню для разработчиков снова клацаем восстановить значение по умолчанию и включаем оптимизацию миюай к слову говоря после установки приложения gcam loader приложение xapk можно удалить ну а пока что заходим в gcam loader уведомления я запрещаю друзья смотрите что далее нужно сделать если ваш телефон поддерживает нужные google камеры то ваше устройство определится вот здесь как у меня также у вас будет написано камера ту и пей включено здесь мы можем увидеть всех разработчиков которые выпускают порты для google камеры но нам нужен именно вот этот пункт suggested version именно этот порт google камеры подбирает это приложение для вашего устройства то есть вам рекомендуется установить именно эту google камеру для меня порекомендовали для моего устройства google камеру 8.8 на этом этапе друзья если вы уже сталкивались с google камерами то вы должны знать что ее нужно подбирать индивидуально для вашего устройства то есть вот эти камеры можно скачивать и проверять как они будут работать на вашем телефоне например я нажимаю скачать вот эту камеру меня перекидывает на страницу загрузки нажимаем загрузить приложение камера скачано можно его установить но друзья не торопитесь его сразу использовать под него нужно подбирать соответствующий конфиг чтобы выжать из этой камеры максимум и так камера есть теперь нужно загрузить конфиг раньше друзья можно было зайти в play market в поиске написать джекам конфиг и установить вот такое приложение у меня она до сих пор установлена это приложение также определяет ваш телефон и рекомендует вам какой-то конфиг вот он но сейчас друзья к сожалению почему-то эти конфиги через приложение не скачиваются я нажимаю скачать происходит бесконечная загрузка и ничего не качается пожалуйста отпишитесь в комментариях если у вас по-другому в общем у себя я это приложение с нашу она не нужно что делаем далее идем в проводник в основную папку хранилища нажимаем плюсик и в ней создаем папку джекам внутри этой папки создаем еще одну конфиг с 8 далее смотрите в джекам лоадыр мы качали вот такую рекомендуемую нам версию она называется м джесси и если мы зайдем например в автора без джи то именно у него и есть м джи си эти google камеры делает он далее в описании под этим роликом я оставлю вот такой сайт это один из лучших сайтов на данный момент где можно искать порты google камер и конфиге здесь нажимаем разрабы разработчики у меня google автоматически все переводит мне нужен разработчик без джи вот он здесь мы можем видеть все порты от google камер которые он выпускал обращая ваше внимание на то когда красным помечена камера это стабильная версия лучше качать их вообще на этом сайте можете поискать себе отдельную камеру главное смотрите чтобы android был не выше вашего мы качали камеру bsg88 здесь мы ее нашли нажимаем конфигурации в моем случае конкретно моей модели здесь нет но есть redmi note 10 pro max а у меня redmi note 10 pro разворачиваю эту вкладку смотрим конфиг нажимаем на него он скачивается то есть вы точно так же подобным образом подбираете себе конфиг я иду в проводник хранилище download и вот здесь нахожу скачанный конфиг вот он выделяю его переместить внутренний общий накопитель здесь мы создавали папку джекам конфиг с 8 переносим его сюда теперь иду в google камеру теперь вот в этой области клацаем два раза в этом меню находим джекам конфиг с 8 выбираем его он применяется также вы должны знать что не все конфиги вот таким образом открываются возможно на вашу джекам и под вашу модель телефона придется загуглить как открывать конфиг но в большинстве случаев это делается так также не забывайте что под вашу модель может порекомендовать вам несколько google камеры и если вы хотите подобрать самую крутую то их нужно тестировать все и с разными конфигами только тогда вы сможете делать очень хорошие снимки если у вас возникли какие-то вопросы пожалуйста пишите их в комментариях постараюсь помочь на этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек и до встречи в следующих роликах пока пока